На территории полуострова всегда происходят всякие мероприятия, всегда происходят разные конкурсы. И сейчас этот список пополнился новым. Проходит конкурс народного участкового. И в гостях у нас сегодня Эрнест Алиев, старший участковый полномоченный полиции Министерства внутренних дел России по Первомайскому району, который расскажет подробнее. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, что это за конкурс? Проводится только в Крыму или в целом России? Этот конкурс является всероссийским. Он уже проводится на территории России девятый раз. Данный конкурс проводится в три этапа. Первые два этапа на региональном уровне. Первый этап участвуют все районы республики и выбирают пять кандидатов, которые также сама республика уже будет выбирать одного из этих пяти на всероссийский уровень. На данный момент с первого по десятое число проходит третий финальный этап народного участкового. Как я уже сказал, вы вошли в финал этого конкурса. Давайте начнем. С чего же начинался конкурс? Конкурс начинался с предоставления моим руководством кандидатуры. То есть в районе руководитель представляет кандидатуру и участвуем в конкурсе. За два этапа, прошел два этапа, и я победил в республике Крым. И сейчас участвую на всероссийском. Эрнест, расскажите, пожалуйста, а что это за этапы такие были? Что надо сделать? Ну, понятно, образ полицейского всегда благороден. Но все-таки, чтобы стать настоящим народным участковым, то для этого надо сделать. Это только онлайн-голосование. Только народ, граждане республики Крым выбирают лучшего участкового. То есть за период двух туров только было онлайн-голосование. Эрнест, получается, что ваши жители того района, где вы находитесь, участковым, голосуют за вас. А другие, они же не знают, какую работу вы проделываете, что вы делаете вообще в целом. Как они голосуют? Есть какое-то описание про вас? Да, есть анкеты кандидатов, где подробно расписано, сколько выявлено участковым преступлений, сколько выявлено административных правонарушений, подробная статистика. И я думаю, согласно статистике, граждане могут определить лучшего. Как на мое мнение. Вот это очень полезно, кстати, потому что некоторые, даже мои знакомые, не знают своих участковых, как они выглядят и где их найти, Эрнест, расскажите. Где найти информацию, кто твой участковый, если что-то случилось? На сайте МВД в каждой республике есть свой сайт МВД. И на своем сайте МВД есть такая заметка «Мой участковый». Можно пройти по этой заметке и найти своего участкового, вплоть до дома. Найти и познакомиться с ним. Ну, участковые сами приходят. Я расскажу на примере о своем районе. В год я обхожу практически каждый дом и с каждым жителем я общаюсь. Скажите, а в вашем ведении много домов, много людей? У меня территория моего служения входит 5700 человек. Ничего себе. И насколько много людей, которых вы лично знаете, с которыми лично общались? С которыми лично общаюсь, это ежемесячно, постоянно мы общаемся с теми, кто состоит у нас на учете. У нас есть профилактические учеты. Это категории лиц, с которыми мы постоянно общаемся, индивидуальные беседы с ними проводим профилактические. Ну, непосредственно в целях профилактики преступлений. Вот. И также общаемся со всем населением. А вот предусмотрены, может быть, какие-то мероприятия, которые ориентированы именно на детей, вот на школьников? Вот профилактика, да? Их же касается? Конечно, да. В школах проводим также самоработы с учениками. Ну, хорошо. Давайте перейдем все-таки непосредственно к конкурсу. Что он дает? Это как мисс мира среди участковых. Ну, это, конечно, шутки, вы понимаете. То есть, что он даст вам? Если вы выиграете, займете первое место, станете почетным участковым Российской Федерации. Народным участковым. А, да, народным. Российской Федерации. Что это дает? На данный момент это приз у нас получает, народное участковое получает приз. Как у вас патриот, автомобиль. И внеочередное звание. То есть, есть за что побороться. Подарки это такое, но мнение граждан это очень больше дает. Но все-таки, я так понимаю, престиж во главе всего. Насколько для вас важно, все-таки вот вы сейчас вышли в финал, насколько важно победить? Каждый хочет победить, конечно. Конг, третий этап, он сложный. И на данный момент мы сейчас, Республика Крым, находимся на 17 месте пока что. Вот мы еще впереди 6 дней. Не расстраиваемся. Я думаю, в тройку войдем. А участвуют, правильно я понимаю, что все 85 субъектов? Да, 85 субъектов. Ну, 17 место среди 85 конкурсантов, я думаю. Ну так уж и плохо. А коллеги вас подбадривают, поддерживают? И хотят ли попробовать в следующем году? Вот Эрнест попробовал, я тоже хочу. Чем я хуже? Тоже, думаю, хотят попробовать. Попробуют. Тут же же на конкурс попадаешь как? Путем отбора на руководителям. За период, за год ты проработал, и на основании твоих показателей, если они высокие, достаточно, ты проходишь. Может, в том году и опять я попаду. А, то есть от своей собственной инициативы так не работает? Нет, я только могу. Мое желание, ну, желание-то руководитель только утвердит, буду ли я участвовать в инкурсии или нет. Скажите, как давно вы уже в полиции? Полиция уже на протяжении трех лет. Именно работа участковая, в должности, три года уже работа. Почему именно в эту сторону решили двигаться после школы? Да еще со школьной скамьи я всегда мечтал быть полицейским, я бы так сказал, мечтать с детства. Мечтал быть полицейским, работать, помогать людям. И преследовал свои цели, в университет сразу поступил. Только в один университет подвал документы, в Харьковске. Была потому, что четкая цель, четкое понимание. Нигде в другой сфере я себя не видел с собой. И как видим по итогам, вы сделали верный выбор. Да, это правда верно, я не сожалею. Будем надеяться, Эрне, что у вас все получится, мы будем за вас держать кулаки. Я обязательно зайду на этот сайт, чтобы за вас тоже проголосовать. Кстати, скажите, пожалуйста, как это сделать? Голосование проходит с поддержкой «Комсомольская правда». На сайте «Комсомольская правда» РФ размещена информация об этом конкурсе. И в раздел «Народный участковый» мы заходим и выбираем кандидата. Самое главное то, что это через авторизацию проходит. Авторизация должна проходить через одну из социальных сетей. То есть за себя можно отдать только… Ну, то есть один голос только можно отдать, да? Вы можете. Нельзя 150 раз клацнуть с Эрнесса сказать. Кстати, следующий этап, когда он состоится? Он уже идет, третий этап финальный, он уже проходит с 1 по 10 ноября. Ноября, то есть буквально осталось совсем немного времени для того, чтобы отдать свой голос. Вы вовремя пришли к нам, Эрнесс? Спасибо вам большое. Хотел бы попросить граждане поддержать в этом конкурсе, продвинуться вперед Республики Крым. В общем, все, кто сейчас слушает эфир, мы заходим в интернет и поддерживаем Эрнесса для того, чтобы он получил такое почетное звание, как «Народный участковый наш соотечественник». Я думаю, это будет очень классно. А, кстати, награждение где будет происходить? В Москве? В Москве, да, в министерстве. Ну, это действительно почетное будет мероприятие. Может быть, есть уже предварительная информация о том, в каких рамках это будет происходить, кто будет присутствовать? Торжественно будет происходить, сам министр будет вручать ценные призы, как говорится. Волнительно? Переживаю, конечно. Представляю Республику Крым, для меня это очень серьезно, поэтому волнительно. Ваши коллеги поддерживают? Коллеги поддерживают, родственники поддерживают, и жители Первомайской поддерживают. Ну, и мы с нашими телезрителями вас, кстати, поддержим тоже. Обязательно это сделаем. Есть ли информация о том, кто же сейчас на лидирующих позициях? Получится, вчера лидировала Москва. За день до этого Республика Татарстан. Мне кажется, мы можем составить огромную конкуренцию здесь, прямо сейчас и на месте, призывая наших телезрителей, чтобы они участвовали в голосовании, потому что все-таки очень хочется, чтобы Эрнес занял почетное место. Но призы дают не только за первое место, за второе, третье, есть какие-то награды? Это почетные грамоты, да. Ну, то есть такое… Например, призы, первые три места – это призывы. Я не разбираюсь в званиях, Эрнес, скажите, пожалуйста, а вот вы сказали, что приз – это повышение звания, да? Да. Вот кем вы станете? На данный момент я старший лейтенант, да. Если все удачно сложится, то внеочередное будет капитан. Будет ли это для вас стимулом, чтобы так же качественно, а может быть, даже еще более качественнее выполнять работу, служить на благо Родине, Крыму? Нет, это не будет стимулом. Свою работу я выполняю ежедневно и стараюсь качественно всегда ее выполнять. А конкурс – это… Эрнес, вы говорили, что вы обходите очень много людей. Это скорее исключение, чем правило? Это работа, в этом заключается профилактический обход административного участка. Вы просто сказали, что очень ответственно подходите к работе и к своим заданиям. То есть некоторые участковые не делают того, например, что делаете вы. То есть вы какую-то еще сверхнагрузку выполняете. Я не могу так сказать. Я думаю, каждый участковый работает ответственно. Каждый сотрудник полиции работает ответственно. Это большая ответственность. Работа с людьми – это безопасность человека. Поэтому тут работают… Еще и скромнее. Все, все. Эрнест, большое спасибо вам за то, что это утро вы встречаете в нашей компании. Ну а нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях Эрнест Алиев, старший участковый полномоченный полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Первомайскому району.